Наступил Новый год, я уже вас поздравлял, ну и позвольте, так сказать, оригинально, я не могу без оригинальности никак поздравить вас своей песенкой, пока что акапелла, но думаю, все-таки к 20-му году я напишу музыку. Шевестят конфет, огёртки, запах мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит, ай, веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год, он удачу нам несёт, он подарки раздаёт, радость и любовь несёт, это Новый, Новый год. Ещё два куплета, но пускай это будет сюрпризом для вас. 1 января, 10 часов, что я могу сказать, вы видите, наш Северский Донец, раньше здесь вода не текла, что произошло, вы видите, вон там ледолом, вот эти вот глыбы льда, льдины, они, скорее всего, здесь вызвали затор и ушли даже на дно, образовал, образовал своего рода плотину, и поэтому пошёл разлив зимой, видите, как сейчас шурует вода там, где вообще была мели сухо. Начинаем, будем говорить, Новый год, и Новый год я начинаю с календаря. С календарями, конечно, работа интересная. Я буду выставлять свой календарь народных примет, также читать лунные сутки, пока они ещё останутся старыми, потом, я думаю, всё-таки немножечко переписать на Новый, потому что вариантов много. Но то, что записано, я вот как-то лень записать что-то новое. Но, тем не менее, я сейчас календарь народных примет, он у меня не был сделан, но я его делаю. Буду выставлять календарь народных примет, вы его будете видеть на каждый день. И дальше будем работать по вашим вопросам, ну и то, что жизненная ситуация принесёт нам и надо будет решать. Итак, начинаем. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошённым, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию, а для этого никуда не спешите, отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своём сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причём подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова